Приветствую вас! Вы знаете, я часто достаточно встречаю вопросы такого типа, и мне кажется, что основная сложность в этом вопросе, именно в вопросах такого типа, это определить, чего именно хочет человек. То есть, является ли ваша, например, потребность встретить надёжного мужчину следствием, ну, например, наличия проблем в вашей жизни, является ли вашим желанием встретить, найти надёжного мужчину, значит, следствием того, что в процессе развода вы получили некоторую травму, вот, или что вы, допустим, не удовлетворены, или вы, на самом деле, как бы, воспринимаете всё это нормально, да, ну, то есть, что вы одна и так далее, но просто вот вам, как и любому человеку, хочется ласки, любви, мужской заботы и так далее, и в этом случае, конечно, ситуация может и должна восприниматься несколько иначе. Вот. Для начала, я хотел бы оговориться сразу насчёт того, что если вы развелись, значит, есть в вашем, ну, есть в вашем жизненном пути некоторые определённые сложности, некоторые определённые трудности, вот, некоторые определённые негативные аспекты поведения, которые, ну, желательно бы разобрать, да, то есть, например, если развелись, то почему развелись? Если, допустим, есть у вас дети, да, если есть дети, то как с ними взаимодействует мужчина, отец детей, и взаимодействует ли он вообще с ними как-то? Если взаимодействует с ними, то почему? Дальше. А... Сам факт того, что вы хотите именно надёжного мужчину, говорит о том, что... сами себя в надёжности, в безопасности вы не чувствуете, вот, именно сами себя в надёжности и безопасности вы не ощущаете. и пытаетесь за счёт мужчины получить то, что вам нужно, то, что вы хотите. И мне кажется, что подобная нуждаемость в человеке, да, это далеко не самый лучший расклад для вас. Просто потому, что это означает, что вы, по факту, будете от него зависимым. И мужчина, волей-неволей, будет чувствовать, что вы от него зависите. А это может ему не понравиться. Как, в принципе, и любому человеку, который чувствует, что в нём нуждается больше, чем, ну, обычно. Да. То есть вам нужно, вам нужно, вот, в данном текущем состоянии, вам нужно встретить такого мужчину, чтобы он был готов брать за вас ответственность. И чтобы он был готов защищать вас. Ну, например. Но, поскольку речь идёт о именно защите, да, речь идёт о определённой степени защищённости, то лично я сильно сомневаюсь, что вы захотите отдавать, скажем так, Часть своей свободы. Вот. То есть, ну, поскольку вы в разводе и живёте одна, вот, то вряд ли, вряд ли вы, значит, захотите отдавать часть своей свободы мужчине. Да, и ещё просто так. Вот. Поэтому тут, конечно, отдельно желательно всё же определиться с тем, какую цену, какую цену вы готовы, значит, заплатить, вам, ну, то, что мужчина будет вас защищать, например. Вот. Мне кажется, что этот вопрос достаточно важный, важный для вас, безусловно. Вот. Мне кажется, этот вопрос, безусловно, очень-очень важный. Именно для того, чтобы вы отдавали себе, ну, именно отсчёт в том, какую цену вы готовы заплатить за свои желания, за свои, ну, за то, что вы хотите. Вот. Это, я надеюсь, понятно. Дальше. Следующий аспект, который я хотел бы раскрыть, это аспект самих взаимодействий с мужчинами. То есть, вы предпочитаете мужчин искать. То есть, вы говорите, вот, мне нужен мужчина, да, мне нужен надёжный мужчина, я хочу его найти, где искать? Понимаете, в чём дело? Это ключевая ошибка. Потому что мужчин, не ищем, с мужчинами взаимодействуют так же, как и с, ну, с любыми другими людьми. То есть, если вы, если вы, например, с чем-то интересуетесь, если у вас есть какое-то хобби, это не, допустим, чисто, ну, чисто женское хобби, да, это хобби именно, которое вы могли бы разделить с мужчиной, допустим. Вот. Это было бы вообще идеально. То есть, зависит, зависит, возможно, встречи от того, что вы делаете для возможного пересечения, значит, вас с мужчинами, и делаете ли вы для этого что-то. Сразу оговорюсь, сразу оговорюсь, чтобы стало понятно, что мужчин нельзя воспринимать исключительно как мужчин. Значит, получается, игра в родительский комитет или компания по интересам, когда женщины обсуждают мужчин, да, мужчины обсуждают женщин и ведут себя, они все так, как будто, знаете, ну, как будто они обсуждают каких-то вообще невидимых, абсолютно невидимых существ, вот, которые, в общем-то, достойны только того, чтобы с ними общаться на, ну, на каком-то таком, знаете, уровне особенно. Вот. Соответственно, это стереотипно, в некоторой степени сексистское восприятие людей, да, разделение пополам, половое разделение, вот, очень сильно мешает. Очень сильно мешает, очень сильно мешает взаимодействовать именно на равных с мужчиной и очень сильно мешает вести с ним адекватный равноправный диалог, который мог бы, по сути, развиться в отношениях. Поэтому я настоятельно рекомендую вам перестать ставить перед собой цель именно найти мужчину, а взаимодействовать с людьми по поводу своей деятельности, по поводу своих интересов, если нужны интересы, можно расширить и нужно расширить, вот. И просто стараться получать удовольствие от взаимодействия в отношениях. Потому что, ну, потому что, по факту, если вы принимаете такую вот позицию, да, позицию, что мне нужен мужчина, и что я хочу его, значит, найти, то вы рисуете у себя в сознании некий образ, идеальный образ человека, человека, который, ну, скорее всего, не реализуется в жизни у вас, и вы постоянно будете испытывать разочарование, и вы постоянно будете испытывать фрустрацию от того, что образ, который вы хотите, недостижим. А реального человека, да, реального мужчину, вы, скорее всего, не увидите, не заметите, вот. Именно, именно по тому, что, ну, вот, ну, вот, вот, как бы, как бы думали о образе и мечтали, вот. Такая история, такая история, вот. А отдельный момент, отдельный, отдельного внимания заслуживает элемент мотивации к поиску мужчины, потому что, если вы чересчур заинтересованы в нем, ну, в мужчине, то есть, то ситуация, конечно, будет складываться весьма и весьма для вас негативно, потому что сверхмотивация мешает, опять же, быть естественной в отношениях, быть спонтанной в отношениях любых, не только с мужчинами, вот. И, соответственно, нагружает ответственностью, а лучше сказать, даже перегружает ответственностью другого человека, и вследствие этого, вследствие давления на него, может вызвать потребность человека из общения уйти, из общения выйти, вот. Поэтому данный аспект я рекомендую также учитывать, данный аспект я рекомендую также не забывать, вот. И, соответственно, взаимодействовать исключительно только ради взаимодействия, вот. Ну, а свои желания, которые стоят у истоков мотивации, сверхмотивации, нужно отделить, да, и реализовывать самостоятельно. И по итогу у нас с вами получается такая интересная история. Вы, либо, либо, отказываетесь от своих текущих элементов восприятия мужчин, разбираете негативные последствия опыта взаимодействия с мужчинами, возможно, корректируете свою модель женского поведения, если, ну, вы не раскрываетесь полностью, как женщина в ней, в этой модели. Вот. И, соответственно, учитесь по-иному воспринимать мужчин, да, учитесь видеть у них в первую очередь людей, личности и так далее. Одновременно с этим больше внимания уделяя своим желаниям и не возлагая чрезмерной ответственности на мужчин за то, что вы хотите. Либо оставаться в той же позиции, в которой вы и остаетесь, и надеяться на то, что где-то есть мужчина, который ждет вас, надеяться на то, что где-то вы с ним пересечетесь, у вас завяжется адекватное взаимодействие, и вы станете счастливы. Я бы сказал, что во втором варианте слишком много переменных, которые от вас не зависят. И если вы действительно хотите построить семью, действительно хотите построить отношения, то нужно, чтобы все-таки максимально большее количество аспектов зависело именно от вас, а не от, ну, не от других людей, вот, не от других переменных. Поэтому здесь уже решать вам, готовы ли вы брать ответственность за то, что происходит с вами, с вашей жизнью или нет. В любом случае, в тех целях, которые я озвучил, и которые, по моему мнению, могут привести вас, ну, к тому, чтобы достичь своей цели, мы можем вам помочь. Обращайтесь, выбирайте любого из коллег, и начинайте работать. Я желаю вам всего самого доброго, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, всего удачи.